на портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и вот такой вопрос к нам поступил не библейский но к сожалению в наше время встречающийся муж общается со своей бывшей как реагировать ну я хочу начать с грустного отвечая на этот вопрос священное писание однозначно говорит нам о том что женящийся на разведенный в данном случае выходящие замуж за разведенного прелюбодействует страшные слова для нашего мира в котором очень много вторых третьих браков да в современных условиях церковь не запрещает второй брак но мы видим что господь то об этом говорит вот так нелицеприятно и это значит что человек женящийся на разведенный или выходящий женщина выходящий замуж за разведенного получает почти в обязательном порядке кучу всевозможных проблем так что удивляться не приходится это первый не радостный вам такой ответ что если вы в какой-то в каком-то аспекте своей жизни ввязались в ситуацию которая не является безупречной с библейской церковной точки зрения не удивляйтесь что вы получаете так сказать паровозом и кучу проблем ну например вы получаете паровозом детей вашего мужа от первого брака и совершенно неверно если уж так сложились обстоятельства что ваш брак состоялся например запрещать вашему мужу видится со своими детьми от первого брака и если он видится со своими детьми то по поводу общения с детьми он несомненно будет общаться со своей бывшей женой и знаете когда люди разводятся или когда мы видим какой-то факт измены я всегда задаю простой вопрос таким людям а кто он вам теперь вот ушел например муж из семьи где-то там неважно к другой или просто ушел а кто он вам теперь и правильный ответ будет звучать так отец моих детей или если это в случае женщины мать моих детей мать моего ребенка и это пожизненная история поэтому если есть дети то общение с своей бывшей супругой по поводу детей это неизбежная вещь против которой с вашей точки зрения с вашей позиции было бы неправильно протестовать он должен общаться со своими детьми, и он должен общаться со своей бывшей женой по поводу своих детей. И, возможно, каких-то еще дополнительных вещей не как с женой, а в данном случае в вопросе мы не видим, сколько времени прошло после брака, есть ли какие-то неурегулированные, возможно, имущественные вопросы, вопросы родственные, еще что-то. Поэтому, ну, допустим, история старая, вопросы урегулированы, остаются тогда только дети. Если это так, то любое общение с бывшей женой, помимо детей, по большому счету может осуществляться только с вашего согласия, а я бы вообще не советовал, чтобы какое бы то ни было общение, кроме общения по поводу детей, вообще присутствовало. Поэтому, как реагировать и как относиться, надо высказать свои переживания вашему мужу по этому поводу. и не сказать ему, что ты вот что-то такое делаешь, с моей точки зрения, неправильно. Надо сказать так, что мне это больно, мне это неприятно, я не понимаю, зачем ты это делаешь, не мог бы ты мне объяснить. И дальше, в зависимости от его слов, уже будет понятно и ваше дальнейшее действие. При этом все равно вам очень сложно будет что-либо ему предъявить, вы же не командуете своим мужем, да, но высказать ему свои опасения, высказать ему свои переживания, конечно, можно и нужно, не упрекая его в том, что он это делает, потому что упрек. Вы же знали, на что шли. Вы же понимали, что вы берете человека, у которого была жена. Муж и жена вплоть едино соединяются. Апостол Павел пишет, разве не знаете, что соединяющейся с блудницей становится одно тело с ней? Даже с блудницей соединяющейся, покупающей услуги у продажной женщины, человек соединяется с ней воедину плоть, и это носит пожизненный отпечаток. Тем более, если люди жили, как муж и жена, в какой-то там, мы не знаем, степень любви и согласия, потом что-то у них там не сложилось, кто-то виноват, кто-то не виноват, виноват или оба, это мы сейчас не можем разбирать, из вопроса это совершенно не видно и не очевидно, но этот хвост проблем, как я уже сказал, будет тянуться так или иначе пожизненно, за исключением редчайшими, когда нету детей, когда люди устроились там, когда эта бывшая жена устроила там свой брак или еще что-то. И, конечно, если бы сам муж спросил меня совета, а стоит ли мне общаться со своей бывшей женой, я бы ему категорически посоветовал, нет, не стоит, поскольку это неправильно, не надо, так сказать, ворошить былое только по поводу детей, и то минимально, ну вот то, что требуется для детей, можно ли я их заберу, если дети живут с женой, когда, там, что им подарить на день рождения, нужна ли помощь в изучении математики или еще что-то, то есть, вот, это, такого рода общение неизбежно и правильно, все остальное на самом деле от лукавого, но с позиции автора вопроса, у которой муж себя так ведет, очень сложно посоветовать что-либо, кроме как смиренно и рассказать ему о своих переживаниях и попросить его этого не делать, если это вас волнует. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok